В числе погибших в авиакатастрофе ТУ-154 и российский общественный деятель, правозащитник, глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, более известная как «Доктор Лиза». Она также летела в Сирию, чтобы поздравить российских солдат и доставить гуманитарный груз. Своими воспоминаниями о знакомстве с сильной женщиной и большим профессионалом Елизаветой Глинкой с нашей съемочной группой поделилась председатель правления Ярославской общественной организации помощи больным Наталья Матвеева. По словам женщины, с доктором Лизой она познакомилась пять лет назад. Вспоминает, тогда же при первой же встрече Елизавета Глинка дала ей свой личный номер телефона. Я до сих пор помню ее фразу, когда она говорила «Будет трудно, будет сложно, звоните». Я могу сказать, что ни разу за эти годы, за эти пять лет я не воспользовалась этим телефоном. Но я всегда помнила о том, что есть человек, который готов снять трубку с той стороны провода и сказать, что готов помочь. Я вчера вечером уже приняла для себя одно единственное, что она не была, она есть. Она есть рядом с нами. Но рядом со мной она будет просто добрым ангелом, который будет помогать делать те добрые дела, которые мы делали, которые мы делаем и однозначно будем делать. Продолжение следует...